Реа-новости. Подкасты. Страхи. Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи. Здравствуйте, это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе смерти. И с нами этот страх будут препарировать очень интересные эксперты. Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа. Ксения Чистопольская, психолог и специалист в социально-психологической теории управления страхом смерти. И Ирина Кедровская, журналист и медиа-менеджер, так же, как и я, и, как я думаю, большинство из вас, дорогие слушатели, носитель в той или иной форме этого страха. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. 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 Вы знаете, мне кажется, что это, наверное, самый табуированный страх, который не потому, что общество запрещает о нём думать и говорить. Мне кажется, что большинство из нас сами себе не разрешаем об этом думать, потому что страшно думать об этом страхе. И вот прежде чем мы разложим этот страх на мелкие, так сказать, составляющие и поймём, что с ним делать, а мы в нашем подкасте разбираемся как раз, что со страхом делать, ответьте мне на вопрос, согласны со мной или нет. Мне кажется, что в целом страх смерти нужно уже разделить на две группы. Это страх смерти вообще и страх внезапной смерти или нет? Давайте по очереди. Ир. Я думаю, что можно и так разделить, но я для себя страх смерти разделяю на другие немного группы. Страх смерти своей собственной, потому что я за многих людей очень отвечаю. И страх смерти близких людей, он, конечно, в первую очередь во мне сидит. И вот с этим мне бороться довольно тяжело бывает. Вот. Именно с внезапной смерти близких людей. И потери. Потери, да. Вот это вот я сама с собой борюсь, потому что я понимаю, что я могу боль причинить своим близким, когда я буду им постоянно названивать и об этом напоминать. Например, да, там какие-то наши пожилые родственники, которые куда-то уезжают. Или там буквально в поликлинику идёт. Ты знаешь, мне кажется, что гораздо большую боль в таком случае ты причинишь близким своей смертью. Вот я сейчас такие вещи говорю, мне самой жутко, что я сейчас говорю. Но ведь правда же, да, потому что у меня такой вопрос всегда для меня, хотя я забегаю сейчас вперёд, да, что кто должен умереть первым? Мои близкие? Да. И тогда я до конца их провожу. Или я, чтобы не мучиться от горя потери близких людей, тогда я доставлю им боль. Вот ты просто сейчас сразу подняла, мне кажется, очень важный класс. Но давайте мы сейчас всё-таки вернёмся к этой внезапной смерти, смерти вообще, да? То есть у Ирины нет такого разделения. А у вас специалисты. Ксения. Ну, я думаю, я бы разделила страх смерти на такой животный страх смерти. То есть когда на тебя наполадает тигр, и ты должен бежать. И ты при этом боишься тигра, ты боишься умереть, и поэтому ты убегаешь. Или дерёшься с ним. И это страх смерти, который ситуационно оправдан. И есть страх смерти, который возникает из нашего осознания своей смертности вообще, в принципе. И он есть только у человека. Я немножко забегаю, наверное, в вашей территории. А вот он сейчас как раз Ивана расскажет. Это был один из моих вопросов, на самом деле. Чуть позже я планировала задать, но давайте с этого и начнём. У животных есть страх смерти? Совершенно верно. Вы разделили на два типа. Да, есть страх умереть прямо здесь и сейчас. Это то, что очень часто многие называют инстинктом самосохранения, хотя это не вполне корректно, потому что такого целостного инстинкта нет. Но любое животное хочет жить. Да, и боится за свою жизнь, боится испытать боль и процесс умирания. Это вот один аспект очень важный. Другой аспект, то, что можно назвать страхом небытия. То есть, что там за чертой, да? Что там за чертой, потому что действительно это связано с осознанием. В эволюционной психологии считается, что с сознанием обладает всё-таки только человек, и в этом отношении осознание конечности своей жизни тоже присутствует только у человека. Это связано либо с небытием, либо с тем, что я после себя ничего не оставлю, моя жизнь была бесплодной, что обо мне скажут потомки. Вот таких страхов более сложных у животных, конечно же, нет. Почему животное боится тогда умереть? Чего он боится, когда он боится смерти? Вообще залезть в психику животного совершенно невозможно, да? Но тем не менее мы видим, что любое животное, сталкиваясь с угрозой жизни, совершает некоторые действия, чтобы её избежать. Надо предполагать, что это действительно инстинктивная реакция, в первую очередь, на физические агенты, на болевые раздражители, или на возможность столкнуться с ними, ну, предвидеть в данной ситуации тоже. А вот страх сегодняшнего человека отличается там от страха, например, какого-то папуаса или индейца тысячи лет назад? То есть происходила ли какая-то цивилизационная эволюция страха смерти у людей? Давайте вот мы сейчас наших экспертов спросим об этом. Ну, давайте я начну, да? А действительно ведь происходила эволюция сознания, то, что мы называем культурой генеза, и да что там даже копаться в такой глубокой древности, даже если вы почитаете произведение Гомера, то вы обнаружите, что там совершенно другое сознание, там совершенно другое восприятие времени, там совершенно другое восприятие человеком своего места в этом времени, и совершенно иного рода страхи были. То есть если бы вы сейчас общались бы с человеком гомеровской эпохи, то вы бы, скорее всего, друг друга не поняли в полной мере. И то же самое проводят культурологические исследования, современники и классики психологии в культурологии, в социологическом подходе показывают, что сознание, например, современного европейца и коренного жителя какой-нибудь Центральной Австралии или Юго-Восточной Африки, оно совершенно разное. И для многих людей вот эта вот боязнь умереть, она в такой форме не присутствует, потому что человек, ну, я имею в виду вот как раз с первобытного общинного строя, он думает, что умерев, он не перестанет быть. И для него это не антагонизм мёртвый и живой. Это возможно фактически существовать. А вы, Ксения, как думаете? А я думаю, что... Я не думаю, я тут процитирую своего любимого автора, Эрнеста Бейкера, который писал о том, что собственный человек начинается с осознания своей смертности, мы можем найти, отмотав назад до начала захоронений. Вот когда люди начали хоронить своих близких, они начали понимать, что вот человек умер, и умерла его культурная составляющая, то есть его культурно-социальная, можно сказать. Вот. То есть до этого, да, умер, умер, да, упал, пошли дальше. А тут люди начинают заботиться о том, что будет после того, как человек умрёт, что будет после его смерти. А что произошло в сознании людей, как вы думаете? То есть почему произошла такая вот миграция от такого, ну, рационального, какого-то физиологического пути, ну, умер, пусть лежит, там, лишь бы не разлагался под ногами, да, до создания целых культов. Да, загробный мир. Мне кажется, это именно вот это вот не то, чтобы не способность, а попытка осмыслить вот это вот бытие и попытка осмыслить все возможности, перебрать все возможности, которые только могут быть, и как-то структурировать свою тревогу. Ну, то есть восникновение ритуала захоронения, оно снимало страх, как-то смягчало, да, у людей, которые хоронили. Так получается? Ну, да, и мы же ведь по различным суевериям, по вериям можем опознать, там, например, люди боятся, что мёртвый вернётся, и он будет злым, например, что он будет обижен, и нужно задобрить его, или мы боимся, что ему там будет плохо, и стараемся как-то смягчить его существование после смерти. А, вот ещё, кстати, да, разновидный страх смерти, страх мертвеца. Ир, а в литературе же, да, вот у нас просто Ирина Санна, она ещё и филолог, в литературе ведь это тоже такая тема, прямо красной нитью идёт, да, отношения... Ну, конечно, и в современной, и не только литературе, в современном кинематографе очень популярная тема зомби, что мертвецы возвращаются, а они злые. Это всё оттуда идёт, это с очень древних времён. Мне всегда очень импонировала религиозная составляющая смерти вот у древних египтян, в египтологии. Они встроили смерть в жизнь, так сказать, всеми своими ритуалами. То есть для них это была своего рода попытка примирения, что ли, с тем, что ты переходишь в другое состояние. Для них смерть смертью не была, как вот для нас. Но, тем не менее, вот оттуда всё это вот с совершенно древних времён это идёт. Обязательно нужно мертвецу дать с собой как можно больше всего прекрасного. А что, это типа откупиться от него, чтобы не возвращаться? Да, откупиться, потому что всё равно страшно. А страх этот... Довольно много экспертов сходятся в том, что этот страх идёт от того, что мы не знаем, что там. Вот эта вот черта всё-таки, она есть, и мы именно её боимся. Мы не знаем, что там будет. Там будет полная чернота, или нас там встретит тоннель, или мы встретимся с Господом, те, кто верят. Никто не знает. Да, вот в тот момент, когда ты умрёшь, тогда и поймёшь. Но именно этот страх стал родоначальником всей нашей зомбокультуры, которая сейчас повсеместна, мне кажется. И почти везде мертвецы плохие, вот в такой, вот в этой именно области, в этой культурной нашей части, культурологической. Именно из-за страха. Вот этот вот страх, мне кажется, что именно с ним надо работать, потому что этот страх порождает своих собственных, конечно, чудовищ, и все вот эти вот зомби, это, конечно, наши собственные трансформированные страхи во что-то. Вот смотрите, я сейчас обобщу, что мы уже выделили с вами, да? То есть у нас есть составляющая. Мы боимся самого момента умирания, да? Что будет больно, что будет как-то невыносимо, непереносимо и так далее, да? Первое. И ещё, что будет одиноко, возможно. Что будет одиноко, да. От этого человека тоже. В момент умирания. В момент смерти, а потому что мы всегда, сколько бы людей вокруг нас ни было, мы всё равно наедине со смертью оказываем. Так вот, знаете что, ну, это моя собственная рефлексия. И мне как раз кажется, что правильное умирание, это как раз, когда ты можешь быть, ну, ты и вот твоё ближайшее будущее. Не знаю, честно говоря, не думала ещё о том, нужно ли бояться одиночества в момент смерти, потому что есть дела поважнее, получается. Ну, окей, хорошо. Значит, момент умирания. Как больно, страшно, непереносимо. Момент умирания, когда больно психологически, да? Я один, мне себя жалко, и я прощаюсь с этим миром. Страшно, то есть психологически ты боишься боли. Третье, страх за близких, которые умирают, и твоя невозможность, это остановить этот процесс, да? Это тоже психологические страдания, ну, в первую, наверное, в единственную очередь. Следующее, что мы выделили, это страх неизвестности. Что потом? Вот мне кажется, что, конечно, людям религиозным, ну, я человек религиозный, да, не буду это скрывать, то есть мне... Я не могу сказать... Да, я поняла, знаете, что сейчас? Хотела сказать, что мне проще. Ничего подобного. Мне, конечно, не проще, да? Тебе это тоже, наверное, проще? Мы просто боимся... Ты боишься уже другого. Ты боишься суда, ты боишься того, где ты окажешься, ты боишься того, что ты умрёшь, а там не будет рая? Ну, много. У религиозных людей много своих, конечно, страхов. А что? А вот давайте об этом поговорим. Религиозному человеку, страх религиозного человека, трансформированный в другой, он, как сказать, более выносимый, что ли? Мне кажется, вот с годами, что религиозные люди всё-таки легче переносят, в принципе, трудности любой веры. Если у тебя есть что-то, помимо животных инстинктов, поесть, попить, удовлетворить какие-то свои совершенно человеческие потребности, если у тебя духовное начало развито, как мы с тобой говорили, надо жить так, чтобы даже внезапное падение кирпича на голову не остановило твоё развитие. Да, это цитата Ирины Александровны, я прямо её повторяю и повторяю. Вот с годами, мне кажется, что людям религиозным легче. И помню я историю одного нашего коллеги, который попал в самолёте в жуткую зону турбулентности. И он человек такой пытливый, при этом он религиозный. Весьма он из христианской семьи. Он говорил, что сразу было видно разделение на две группы, кто верит и кто нет. Тот, кто верил, сидели достаточно спокойно, они молились. Кто как. Кто-то отче наш читал, кто-то к другим богам обращался. Те, кто не веруют, атеисты, не знаю. В общем, вторая группа вела себя истерически, им было страшно. Вот. Тут, конечно, психологический момент. Молитва очень отвлекает. Ты уходишь в себя. У тебя есть шанс. У тебя есть шанс, да. Ты разговариваешь и просишь, чтобы миновала тебя такая судьба внезапной смерти. Вот. Ну и в любом случае религиозный человек всё-таки чаще с этой темой соприкасается, с темой смерти. Там ритуалы отпевания, ритуалы прощания, молитвы за тех, кто умер. Ты просто думаешь об этом больше. Да, думаешь об этом больше. Потому что, во всяком случае, в христианстве ты всегда об этом. Да, и в иудаизме тоже, кстати. Ты думаешь об этом, что там было. Да, в любой религии, да. Вот. И вот эта вот история, она меня тоже как-то заставила по-другому немножко на это посмотреть. Мне кажется, что да, вот проще, наверное, переносить для себя. Да, да. Но при этом, когда ты религиозный, ты осознаёшь последствия своих поступков, да. И тут другие страхи, конечно, возникают. Ты осознаёшь, что если ты будешь поступать неправедно, да, там, ты не знаешь, что с тобой будет потом, там, дальше. А вдруг там тебя действительно ждёт совсем не разъекущие, тебя ждут, а что-то там другое. Вот. Ну, при этом для религиозного человека, мне кажется, просто вопросов нет, что вот там какая-то неизвестность, да, жизнь заканчивается. Мне кажется, вот этот страх... Зато там родные. Да, да, мне кажется, что вот этот страх отсутствует, страх неизвестности. Вот. Ну, да, других страхов, пожалуй, много. А давайте спросим у наших экспертов. Я думаю, что, Ксения, у вас же, так понимаю, что много разных ваших пациентов, с которыми вы обсуждаете вопрос страха смерти, да? Ну, бывает. И у вас есть какое-то различие в подходах, когда вы... Или там, если бы вы говорили о страхе смерти с человеком религиозным и с атеистом, о страхе, что будет после смерти? Вот, может быть, вы нам сейчас так прям, давайте скажете, обращаясь к нам как к религиозным людям, а потом обращаясь к нам как к нерелигиозным людям. Какие бы вы аргументы привели? Я бы скорее привела вам сейчас, в принципе, одно исследование, ну, не одно, их было серии исследований, как раз в рамках вот этой вот теории управления страхом смерти, и они разделяли религиозность на intrinsic и extrinsic, то есть внешнюю такую религиозность, не то чтобы поверхностную, но которая... Скорее, соблюдение ритуалов. Соблюдение ритуалов, вот эти вот... Ну, я не могу сказать воцерковлённость, потому что это другая традиция католическая, да? И внутренняя религиозность, когда человек скорее ощущает себя наедине с Богом. Ну, вот я скорее про вторую так говорю. Вот, и они показали, что люди, которые больше... Для которых религия – это соблюдение ритуалов, встреча со своими... Ну, единоверцами, можно сказать. Единоверцами, точно. Вот, единоверцами, распевание гимнов и прочая социализация, да? Для них страх смерти был гораздо более актуален и приводил к большим перекосам в общении, защитам психологическим, которые негативно сказывались на общении. А чего они боялись? Умирание или того, что... А с ними и не разговаривали глубоко на тему, чего они боялись. Вот эта теория управления страхом, она работает так. Сначала человека просят подумать о том, что случится, когда он умрёт, потом его немножечко отвлекают, когда вот этот вот страх вроде бы уходит из сознания, а потом... То есть он как бы проговорил для себя этот страх, да? Да, он проговорил или прописал, там его даются два предложения, и он должен кратко написать о том, что будет, когда он умрёт, когда он физически умрёт, вот. А потом его как-то отвлекают какими-то другими заданиями, а потом ему предлагают какие-то эссе оценить, или варианты общения, или что-то такое. И оказывается, что они становятся более предвзятыми в своих суждениях, более резкими. Там предпочитают авторитарных лидеров или какие-то другие вещи. А это что значит всё? Ну, это... А люди, у которых выше такая внутренняя религиозность, да, вот это вот ощущение наедине с Богом, там этих перекосов значительно меньше. Но религиозность вообще является не единственной защитой от смерти, это одна из. Конечно, конечно. А какие ещё есть защиты от страха смерти? А вот сейчас, когда мы говорим с точки зрения посмертной участи? Я не знаю насчёт посмертной участи, потому что эта теория не исследует. Теория исследует то, что происходит сейчас, как наши страхи... То есть мы боимся умирания, процесса умирания? Умирания и не то, чтобы... Нет, не то, чтобы процесс умирания. Вообще, в принципе, вот это боимся умереть. И как люди, да? И как это влияет на общение с другими людьми, на наши суждения, на наши... Не то чтобы ценности, но... Потому что это немножко краткосрочное действие вот этого страха смерти. То есть он приходит и уходит, он волнами идёт. Напомнили о смерти? Если у нас эта тема не разработана, не проработана внутренняя, то мы можем быть более склонны к различным таким перекосам. Мы можем быть, например, более рискованно водить машину. Тоже проявление страха смерти. Как это? Удивительно. Наоборот. Да, да. Казалось бы, должно быть. А почему? Да, проводили исследования, показывали, что после напоминания о смерти люди... Ну, они как бы, может быть, они... То есть они её хотят перехитрить. Какая-то бравада, да. Да, да. Удивительно. Я думала, наоборот. Я тоже думала, что наоборот. Да, я тоже думала, что они начнут там... Осторожничать, да? Очень медленно. Потому что обычно так и бывает. Вот ты едешь там, так разогналась, а потом, хоп, видишь какую-то аварию, да? И даже если это авария без жертв, слава богу, а если со жертвами, то тем более ты потом два дня едешь, как зайка, 60 километров в час, строго по правилам. Ну, мне так казалось. Ну, надо же вот. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Иван, а вот вы бы как объяснили, расшифровали, не знаю, разложили фразу человека, который к вам пришёл и говорит, я боюсь умереть? Он чего боится? Ну, вот всё-таки я хотел бы... Вот кроме того, что боли в самом... Да, понятно. Боли неприятных ощущений, так сказать, в момент перехода. Я хотел бы для начала пояснить всё-таки вопрос о религиозности, потому что мы... Есть разные точки зрения на вопрос о том вообще, почему появилась религия. И одна из точек зрения предполагает, что религия как раз и есть один из механизмов, одно из средств борьбы с этим страхом смерти. Вообще-то фундаментальная задача религии, то, что вообще-то решить наука не может, это смысл образования. То есть ответ человеку на вопрос, зачем, ради чего. Вообще, зачем я родился? Зачем я умираю? Зачем я родился? Зачем я родился? Да, и в этом отношении, если человек получает такой ответ, то ему становится легче. Атеисту в этом отношении сложнее, потому что ему приходится этот смысл либо создавать самому, либо находить, действительно. Но здесь вот какое важное отличие между, наверное, атеистом и человеком религиозным. Оно заключается в том, что человек верующий понимает, что после смерти его субъектность, его авторство не прекращается. То есть он продолжает существовать, он может являться каким-то агентом, воздействующим, может быть, не на этот мир, но хотя бы на что-то. И здесь тогда исключается вот страх этого прекращения бытия. Но может появиться совершенно другой страх, который связан с тем, что а что вообще со мной будет? Ведь меня там будут как-то судить. И стало быть, я могу здесь согрешить, а всё ли я правильно соблюдал? Или я стану мышкой, или мерзким дараканчиком. В зависимости от того, как религи вы пронесли. Да, совершенно верно. С другой стороны, да, то есть здесь может быть и облегчение, и осложнение. Это очень сильно зависит от того, как человек верит действительно, о чём говорили до меня уже. С другой стороны, наука тоже может давать ответы на этот вопрос. И даже человек, если атеистически настроен, он тоже может находить смысл. Вот я вспоминаю замечательную статью Владимира Бехтерева, отечественного физиолога, если не ошибаюсь, написанную в 1918 году, которая вот с самим названием уже отражает бессмертие человеческой личности как научная проблема. Единственное, что, да, он говорит о бессмертии как о том, что человек делает некоторый вклад. Либо это вклад в культуру, либо это вклад вообще в жизни других людей. Вот он там приводит пример как раз недавний, на тот момент, крушение Титаника, когда людям не хватало свободного места в спасательных лодках, и подплыла какая-то женщина в холодной воде, а места не хватает. И один мужчина сразу моментально выпрыгнул наружу и освободил ей место. И Бехтер говорит, вот этим он фактически сделал себя бессмертным. Хотя даже имени его никто не знает. Всё зависит от ответа на вот этот вот вопрос. Да, ради чего? И поэтому здесь дифференцировать можно по очень многим основаниям. Но главный, на мой взгляд, если мы абстрагируемся действительно от страха умирания, для меня это два аспекта в смерти. Это вот страх небытия и страх неконтролируемости этого процесса. Но вот здесь на самом деле непредсказуемость и неконтролируемость, они очень честно связаны. Это одни из ключевых факторов стресса. Вот я сейчас хочу просто в скобочках, пока мы далеко не ушли от темы, продолжить историю следов. Сейчас же появилась новая такая странная гипотеза, идея цифрового бессмертия. То есть, что сегодня в цифровом мире ты так много можешь оставить себя, но начиная от того, что мы делаем уже не специально, не намеренно, социальные сети, переписки, фотографии и так далее, и заканчивая некое действительно специальные какие-то, не знаю, срезы, когда тебя не будет, а твои следы интеллектуальные, психологические как бы синтезируют копию твоей личности. Вот это, конечно, немножечко пугает, потому что это такая ну, квази-личности, да, потому что в ней не будет чего-то того мистического, что делает из нас людей. Да вас не будет просто. Ну, это ничего не сделает. Она не совершит уже никаких поступков. Да бог его знает, как там искусственный интеллект это всё преобразует. Знаете, вот те следы, которые мы тут наследили везде. Но это уже не вы. Это уже не я. Хорошо. Значит, давайте мы сейчас вернёмся вот к вот этой теме осмысления небытия. Хорошо. Меня не будет. И что? Вот человек боится того, что его не будет. Давайте разложим, чего он боится на самом деле, когда он говорит, меня не будет. Что все будут праздновать, веселиться, есть мороженое, не знаю, заниматься спортом, а меня не будет. Это обида, говорит, такая в нас на самом деле, или что? Я думаю, что это всё сводится к тому, о чём я уже говорил. Возможно, кому-то действительно обидно, я этого не исключаю, но самое главное заключается в том, что я всегда был. Ну, в том смысле, что сколько я вообще помню этот мир, сколько я существовал, я всегда был. Не было такого момента, чтобы я не существовал. Я там мог находиться в изменённом состоянии сознания, я мог спать и так далее, но я всё равно был. А тут непонятно, как это так от меня нет. Так меня и раньше же не было. Но я-то этого не знал. А тут моё сознание уже существует, и я это осознаю. Я не могу представить, как этот мир без меня. Здесь, наверное, даже не просто, а какая-то не обязательно обида, хотя, может быть, и она, но просто невозможность человека представить мир без того, что он в нём существует. А как принять эту ситуацию, Ксения? Мир без меня. Я не знаю, как принять, но я хотела просто дополнить по поводу страхов. Почему этот страх? Ну вот опять-таки теория управления страхом смерти говорит, что это в первую очередь страх незначительности, что ты всего лишь колеблющаяся, какая-то амёпка по сравнению с величием этого мира. Он огромен, а ты какая-то вот, какая-то ерундовина, какой-то, может быть, червячок. И этот масштаб, он ужасает. То есть в масштабах Вселенной мы песчинки, мы очень маленькие. И вот эта теория считает, что многие страхи растут оттуда, от этого страха незначительности в глобальных масштабах. Ира, а что бы тебе было важнее, если ты думала об этом или не думала? Что для тебя страшнее? Например, знать, что там ты в масштабах Вселенной истории, как и большинство из нас, песчинка? Или то, что тебя не будет, и пусть там 10 человек, но очень... Всего 10 человек, не миллиарды, но очень близких к тебе людей будут без тебя? Ну, если честно, меня значительность моей личности очень давно не волнует по сравнению со Вселенной. Потому что у меня уже достаточно лет, чтобы осознать это всё. И у меня нет, конечно, какого-то готового рецепта, но вот про эту часть я хотела сказать. Мне очень помог тот культурологический слой, в котором я находилась довольно с раннего возраста. Я довольно много читала и древних авторов, и Марк Авреля меня очень вдохновил на то, чтобы не относиться к себе всерьёз. То есть я, в общем, довольно поздно смерти испугалась, если честно. Это было очень поздно. Я была уже барышней, я не девочкой была. Но мне это помогло в каком смысле? Марк Авреля красной нитью проводит через все свои труды, что ты вот, если правильно живёшь, то и слава Богу. И делаешь своё дело, и делай. И не нужно задумываться о том, большой ты или маленький. Ты на своём месте, и ты прекрасен тем, что ты есть. Ты сам для себя. Не обращай внимания на других людей, не кивай в сторону других. У него довольно много этого всего. И меня как-то это вдохновило. Потом меня вдохновило то, что я в любом случае как сущность, я всё равно бессмертна, потому что я распадусь на атомы, они уйдут во Вселенную, и я всё равно частью Вселенной так или иначе останусь. Меня это тоже очень вдохновило. А что касается близких моих, вот этот страх был всегда, и он на сейчас есть. Это тоже из собственного опыта. Я говорю, это вот возраст очень помогает во многом... Разобраться со своими жизнями. Да, да. Потому что очень много ситуаций, которые тебя корректируют. В любом случае, почти все мы рождаемся эгоистами в той или иной степени, но с годами ты себя корректируешь. У меня был момент в жизни, он ощутимо на мне сказался. Я не думаю, что люди как-то особо сильно меняются, но можно скорректировать свои отношения к жизни и к смерти. Когда было под угрозой в жизни близкого человека. Не близкого человека, а моя собственная жизнь. И я не знала, о чём мне просить в этот момент. Просить ли мне, чтобы мне жизнь оставили, а что тогда будет там с моей дочкой, которая тоже была на грани. Или мне просить, чтобы дочка осталась, а как она тогда будет без меня? Вот это вот, конечно, такая очень больная, нравственная дилемма. И тем не менее, я поняла, что мне с этим надо разбираться. И мне, в общем, надо корректировать, собственно, что? Ну, нервную систему, я так полагаю. Ну, просто не углубляться в это, не задумываться. Я не... Вот не соглашусь. Ты сама сейчас себе противоречишь. Вот не соглашусь. Ты говоришь, надо корректировать нервную систему. Нервная система, пусть коллеги поправят, это внешняя реакция. А на самом деле, то, что ты сейчас говоришь, ты преодолела... Ну, или как не преодолела, но ты как-то оккультурила свой страх смерти как раз не через нервную систему, а через глубокую психологическую рефлексию, через культуру и так далее. Да, да. Я абсолютно с тобой согласна. Но потом, дальше, чтобы саму себя в эту воронку не затягивать, там уже, в общем, вполне можно и пустырника попить, если вдруг очень сильно страшно. Вот мы сейчас спросим у наших коллег. А прежде тоже я хочу сказать к твоей истории. Вот интересно, не знаю, к чему это применить, но очень интересный факт, что акушеры во всём мире, это во всех практически странах, в них есть такая установка, что если под угрозой жизни матери и ребёнка, то спасают мать. И я не знаю, как к этому относиться. Но кажется мне, с точки зрения, ну, я не знаю, что-то в эволюции или уважения к личности или чего-то, но такая вот есть установка. И я даже об этом думать, боюсь на самом деле разбираться. В этом просто я допринимаю как факт. Сложно, сложно сказать, сложно принять это. Ну, тем не менее, есть такой проект. Я разговаривала с врачами по этому поводу, я разговаривала со священником. Ну, священник, вот такой просвещенный очень, был во всех смыслах человек, был и есть, и я ему желаю всяческого здоровья. Он вправил мозги и мне, и маме моей. Он сказал, пока человек не родился, вот родиться, тогда мы будем говорить с вами о том, что будет. И врачи, в общем, относятся так же. Мать уже есть, она живёт. У врача есть миссия, он должен спасти жизнь человека, да, и он спасает того, кто вот перед ним сейчас. Вот, наверное, так. Да, это тоже очень такая сложная проблема. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сейчас я хочу перейти к рекомендациям. Да, мы довольно здорово, мне кажется, насколько можно в одном эпизоде препарировать такой сложный страх. Мы его немножко разобрали. Давайте поговорим о рекомендациях, да, то есть как научиться жить. Ну, во-первых, мы вообще можем избавиться вообще от страха смерти, от инстинктивного, от рационального. Вообще нормально жить без страха смерти. Иван, давайте тогда вы, а потом Ксения расскажет о рекомендациях. Без страха смерти жить ненормально. Ну, то есть, получается, представьте себе, вообще-то страх смерти носит охранительную функцию. Точно так же, как, например, и ощущение боли носит охранительную функцию, чтобы вы, допустим, случайно порезав себя палец, целиком себе его не отрезали. То же самое, если человек не испытывает страха смерти, то он может совершать очень рисковые поступки. Потому что есть интересные данные, что, допустим, у людей, склонных к криминалу, как очень часто бывает, что вот этот страх, он занишен. Это касается всех аспектов. И смерти близких, и смерти, как вот этого такого экзистенциального вопроса небытия, и процесса умирания. То есть страх смерти должен присутствовать до определенного уровня. Во всех его видах. Да, до определенного уровня. Это норма. Когда это фобия, это уже является проблемой. Но, в принципе, без него жить, наверное, невозможно. Ксения, как правильно жить с этим страхом? Как правило, с ним обходиться? Вот мы увидели на примере Ирины, но, к сожалению, не каждый может себе позволить такую проработку в течение всей жизни столько читать и изучать. Ну, для среднестатистического человека. Ну, вообще, мы исследовали различные отношения страха, отношения к смерти. Не только страхи различной смерти, но и отношения. Кстати, вот если вернуться к страху за близких, страх умереть и что будет с близкими, как это, то этот страх, он позитивный. Почему? Потому что он защищает человека в реальности. Вы боитесь умереть, и поэтому вы стараетесь быть бережными к себе и к окружающим. И, во-первых, а во-вторых, этот страх коррелирует с различными положительными моментами, как позитивное прошлое, например, которое чувство ностальгии, приятное чувство ностальгии. Вот. Иногда к этому перемешиваются различные проявления негативного прошлого, такие как сожаление, но это потому, что у нас есть опыт потерь. То есть мы знаем, как это бывает, как это плохо, и поэтому мы стараемся этого избежать. То есть вот мы посмотрели и пришли к выводу, что страх за близких и ещё хороший страх, страх за личность, за свою личность. Он тоже позитивен. Это что значит? Это такие вопросы, такие утверждения, как я боюсь смерти, потому что это положит конец моей способности мыслить, моей способности чувствовать такие вещи. То есть он, как правило, вот связан с такой охранительной, опять-таки, защитной, положительной, положительными такими моментами. А есть страхи неадаптивные, которые связаны скорее с разными, не то чтобы неадаптивные, но они связаны с различными негативными проявлениями, негативной временной перспективы. Например? Страх неизвестности как раз, страх неопределённости и страх за тело, страх быть похороненным. Кстати, да, вот тоже мы, между прочим, не коснулись, это же такое часто, довольно такой синдром Гоголя, когда ты думаешь, вот, а вдруг я недостаточно умру? Даже не о том, что я недостаточно умру, а просто меня пугает, что моё тело будет разлагаться. А, то есть даже я умру, но меня пугает, что будет с телом, что человек думает, что вдруг я буду что-то ощущать. Что будет выглядеть плохо, когда умрёт, что его всё увидят. Ой, это, мне кажется, очень девочки, такой страх. Да, что его будут видеть в неприглядном виде, что это его как-то унизит. Вот этого очень часто тоже боятся. Вот. А если вернуться к позитивным, ну, нельзя сказать позитивное отношение к смерти, но таким вот более-менее уравновешенным отношением к смерти, то это нейтральное принятие. А смерть неизбежна. Смерть, это неплохо, это неплохо, нехорошо, она просто есть. Вот такие утверждения, такие убеждения, они, как правило, связаны умеренно и с позитивным прошлым, и с перспективой будущего. То есть у человека есть возможность осознать, что оно там будет впереди, понять, что оно будет. И что мне теперь делать с этим? Вот это вот как камень, который лежит на дороге, нам его нужно обойти, а не пинать его ногами. Правильно? Ну, то есть надо к камню подойти в приглядном виде, да? То есть что-то, оставить какой-то след, мне кажется. Вот это вот с точки зрения религиозной и нерелигиозной оставление какого-то следа, ну, правильного, позитивного, да, оно очень здорово тебя примеряет. Какой это может быть след, например? Да какой угодно. Кроме дом, дерево, дети. Да какой угодно. Вот если не задуматься о том, значим ли я во вселенском масштабе, Так вот, ладно, ты думаешь, я оставлю след, если я там сделаю какое-то открытие, Нобелевку мне дадут там, да? Или я построю там самый красивый мост. А если ты обычный человек, что ты можешь делать? Просто жить зла не делая, это очень большой вклад. Очень большой вклад. Это правда. Никому ничего не делать плохого, это прекрасно. Так не бывает, конечно. Это такой смысл жизни, да? Да, ну, по мне, так вполне себе такая замена не знаю, каким-то там полётом в космос, например, или открытием, которое спасут всё человечество от любых болезней. Мне кажется, быть самим собой и там не гоняться за какими-то эфемерными, не знаю, идеями, делать добро и бросать его в воду, это очень хороший, по-моему, жизненный стимул и мотив. Иван, с точки зрения эволюционного психолога, что такое нужно сделать, чтобы ты умирал? Ну, вроде как и не умирал. Ну, вроде как и не умирал. Ну, я думаю, что это не только с точки зрения эволюционного психолога, да, это вопрос с человеком о оценке и осознании своей жизни. Ну, потому что одно здесь, наверное, нужно дифференцировать вот те ценности, которые могут быть, которые могут избавить человека от этого страха. С одной стороны, это ценность процесса своей жизни. То есть, либо, как это у буддистов, например, вообще не наследить, либо прожить свою жизнь правильно и правильно, да, правильно и правильно, это ценность процесса. Либо это ценность результата. То есть, сделать в своей жизни такое что-то, это не обязательно там получить Нобелевскую премию и совершить фундаментальный переворот в науке. Это, может быть, цель достичь чего-то, какую-то конкретную задачу решить, которую ты сам перед собой поставил. Это может быть и воспитание ребёнка, да, это может быть, я не знаю, там, написание диссертации или написание картины, литературного произведения. Человек сам для себя решает это. И в этом отношении это вопрос, ну вот, то, о чём мы сейчас говорим, да, мы всё-таки в большей степени говорим о страхе смерти у взрослого человека. И, значит, очень часто это связано с тем, что в массовой культуре называется кризисом среднего возраста, да, это где-то возраст 35+, когда человек понимает, что, в общем-то, он уже не молод и в долине такая огромная перспектива, как ему казалось. Земную жизнь ты уже до половины примерно и прошёл. Да, ну, чуть меньше, всё-таки хочется меньше, чем до половины, но всё равно, понимаешь, что там уже не так много, как раньше казалось, осталось, да, и ты думаешь, что, в общем-то, тех результатов огромных, заоблачных уже достичь не получается, и человеку приходится ценности свои сменять. И себя принимать. Да, и себя принимать. И здесь страх смерти связан с тем, что человек думает, я же до этого момента жил вообще-то как бы вот понарошку. То есть... Это очень точно. Жить на черновик, да, вот примерно так кризису среднего возраста накрывает вот это. Такое ощущение, что я всё время живу на черновик, когда я на чистовик начну жить. Точно вы сказали. Да, то есть это важная жизнь такая. И человек, здесь очень интересно, да, он либо находит для себя смысл, иногда для этого приходится свою жизнь буквально через колено ломать, то есть прям всё менять. Некоторые так и делают, да, в 40-45 лет, да. Но он находит для себя этот смысл, дальше продолжает развиваться. А иногда, знаете, как эта поговорка, да, ну, сам, в 45 баба ягодка опять, или седина борода в бесребро. То есть человек как бы остаётся... Вот мы с Ринзаной знаем, да. Как будто на второй год он остаётся. То есть у него ценности особо не меняются, и вот он тяготеет к юности, у него действительно происходит вот этот вот уход в ностальгию без каких-то более существенных целей. И если этого не происходит, если человек для себя смысл жизни находит, если он находит для себя способ самореализации, то, в принципе, в пожилом возрасте он приходит к спокойному принятию предстоящей смерти. То есть он оценивает свою жизнь... То есть он как бы нажился, да? К ощущению, что я нажился, на таком хорошем. Что свершившееся. Его жизнь — это свершившийся результат. И он, конечно, не то, чтобы прям с Диким Мором я хочу умереть и готов это сделать. Нет. Но он принимает это. И он понимает, что, в принципе, вот там, я не знаю, мне 85-90 лет, если я сейчас умру, да, то я доволен тем, что я сделал. Тем, как я прошёл этот путь, тем, чего я достиг. Ну, если ещё получится пожить, то у меня есть ещё и дальнейшийся. Мне кажется, мы вышли на очень интересную мысль, что нужно жить так каждый день, каждый час, каждую минуту, чтобы ты наживался этой минутой, этим мгновением, да, не гнать время, не спешить жить, да, ну, смаковать, что ли, жить подробно каждый день. И тогда у тебя страха смерти не будет, потому что у тебя будет ощущение нажитости, да, своей реализованности. Это такое, мне кажется, великое искусство, которое нужно, и навык, которым нужно нам овладевать. Да, Ксения? Ну, мне кажется, что я немножко тут пессимистичную нотку внесу, потому что мне кажется, что вот эти товарищи, которые вот жить торопятся и чувствуют, спешат, они не всегда, я не думаю, что они принимают смерть, я думаю, что они её очень боятся на самом деле. А мы об этом и говорим как раз, что они не спешить жить, не спешить. Вот. И, а кроме этого, различные варианты найти свою значимость и оставить след, они тоже могут быть негативны без должного сознания. Как раз, опять-таки, Эрнест Бейкер описал различные варианты бессмертия, символического бессмертия или даже буквального бессмертия. Это деньги, это чувство родительства, когда родители хотят, чтобы дети были именно такими, какими они хотят. Вот это вот, вот ты должен продолжать делать то, что я делаю, или ты должен быть лучше меня, неважно, вот это вот долженствование, которое они передают, как бы, как будто они владеют детьми и их жизнью. Живите мою жизнь. Живите мою жизнь, да. Это, что ещё? Он много описывал. Это и религиозное бессмертие такое буквальное. Вот. Различные варианты. И, то есть, он описывал, по сути, различные варианты несправедливостей, которые порождают, которые порождают страх смерти. То есть, поэтому очень важно осознавать страх смерти как таковой. И чувствовать, вот это мой страх смерти, а вот это мой ребёнок, который живёт уже свою жизнь. Вот, например. И его отношения со смертью, это будут его отношения со смертью. Да, да, да. Поэтому я скорее за ту фразу, которую вы сказали в начале, что даже падающий кирпич не должен вам помешать. Это говорит Ирина Санна, это её лозунг, мы его разделяем. Вот это вот, что отделять свою жизнь и свою смерть и быть готовым не когда-то в 80 лет, а сейчас, если что-то случится, я буду в мире с самим собой. Друзья, я хочу сказать, что я получила огромное удовольствие от этого разговора, и я сейчас чувствую какое-то такое спокойное, наверное, приятие гипотетической смерти. я понимаю, что это всё временно, конечно, но тем не менее, мне наш разговор, наша коллективная психотерапия, так сказать, рефлексия очень здорово помогли философски, правильно и красиво внутри эту идею принять. И я хочу сказать, что у нас выходит новый подкаст, который немножечко сопрягается с этой темой, он будет такой научно-популярный, называется он «Мы все умрём, но это не точно». И в этом подкасте мы будем в каждом эпизоде разбирать различные теории глобальных катастроф, столкновения с астероидом, глобальной эпидемией и так далее. Вот мне кажется, что нужно, каждый раз послушав эпизод этого нашего научно-популярного яркого подкаста, обязательно прислушивать наш с вами разговор и быть в мире. Спасибо большое за глубину, ум и светлость этого разговора. Это был подкаст «Страхи». Мы говорили о «Страхе смерти» с Иваном Хватовым, вовляционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Ксении Чистопольской, специалистом социально-психологической теории, управлением страха смерти, психологом, и Ириной Кедровской, журналистом, медиа-менеджером и человеком с очень таким философским подходом ко всему экзистенциальному. Подписывайтесь на подкаст на сайте «Реа.ру» в приложениях подкаст «Веб-Стори» и «Гугл Плее». Комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту подкаст собачкориан.ру. Здорово, если это будет аудиофайл. А задавать ваши вопросы, обсуждать и комментировать эпизод вы можете также в нашем инстаграм-канале подкаста «Реа Новости». Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно. А что ты делаешь? Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте «Реа.ру» в приложениях подкастс в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.